Международный автопробег под названием «Победа без границ» объединил сразу несколько поколений. Здесь и сыновья, и правнуки героев. Это мой дедушка Лебедев Алексей Федорович. Он прошел войну, но не полностью. Он был ранен разрывной пулей «Дум-дум». То есть это немцы применяли, хотя это нельзя было. Это мой отец, участник Великой Отечественной войны. В 17 лет его молодого мальчика призвали в армию, потому что уже не было резерва другого. Сберечь и сохранить историческую правду, память о героях, мир и спокойствие на земле – святой долг каждого, считают участники автопробега. Это большой праздник. У меня дед с таким орденом, с красной звездой. Это мой праздник. От него никак не уйти. Это даже детям надо обязательно говорить, что этот праздник – самый-самый главный праздник в мире. Это дань, и хочется как-то отметить это, хочется как-то выразить благодарность. Так как было больно, плохо и сложно им, нам уже, наверное, дай бог, не будет никогда. Поэтому за победу, за деда. Всех с праздником. Действительно, чтобы такое никогда не повторилось. И чтобы помнили. За несколько минут до старта в исполнении участников автопробега прозвучали песни военных лет. Одна на всех, мы за ценой не постоим. Одна на всех, мы за ценой не постоим. Победа! 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 Это у нас «Катюша» должна была быть, но уже что получилось. Позапрошлом году это был вообще танк. Мы сделали Т-34. Он катался, правда, не здесь, в Приднестрове. Завещали нам деды День великой победы Праздник скорби мира На нашей земле Во главе колонны Председатель общественного совета За свободную родину Он, как и другие участники автопробега Считает, что 9 мая Навсегда останется великим днем Утром мы на самолете С аэродрома в Адлуйводах Поднялись в воздух И на памятник к воинам Освободителям в Адлуйводах Были сброшены цветы Масса цветов Поэтому это вот такое продолжение Этой доброй и важной акции Конечно, в моей семье Были участники Великой Отечественной войны Вот мой дед Подполковник советской армии Который прошел весь путь Всю войну Бабушка-блокадница Ленинграда Которая также Прошла этот сложный путь Центр ботаника Чиканы Рыжкановка Буюканы Маршрут автопробега Включил в себя все районы столицы И финишировал на мемориале Вечность Здесь наследники Великой Победы Развернули огромное знамя И полотнище На нем надпись Второй и третий Украинские фронты Которые когда-то освободили Молдову От фашистских захватчиков Спасибо нашим дедушкам, бабушкам То, что они нам сегодня дали Мир над землей И мир над нашей головой И мы не должны этого забывать никогда Это праздник, который Мне кажется, никогда он не уйдет от нас Все граждане, которые участвовали в пробеге Собрали подарочные наборы И мы сейчас выезжаем по ветеранам Будем их поздравлять Мы вчера их обзвонили И нас ждут 41 ветеран сегодня будет поздравлено Завершился автопробег Возложением цветов По подсчетам организаторов В нем приняли участие Около 200 автомобилей Длина маршрута составила Более 30 километров Продолжение следует...